Почта России Почта России Возмущению жителей не было предела, и их можно понять, ведь многим пришлось ехать за пенсией издалека. А чем объясняют данные? Сбой банки. Пусть вам объяснят, они нам пока ничего. Чем сбой-то подтверждается вообще? Где это вообще документально, чем это подтверждено? То есть просто так сказали, что у них сбой, а где документы? Чем это мотивировано? Кто это? Чей приказ, администрация, кто фамилия, кто это вообще сделал это все? То есть как бы вот хотелось бы уточнить, почему прессе-то тоже не дают никаких комментарий. Но взволнованы произошедшим были не только граждане, но и сами работники. Извините, никаких комментариев не дают. Обращайтесь, пожалуйста, на два почта. 21, 14, 28. 28. Спасибо большое. Приемные, обращайтесь туда. Тоже не мешаете работать. Мы вам не мешаем работать. А мы не мешаем работать. Контроля на душе. Мы не мешаем никому работать. Ну вот, дозвониться, собственно говоря, нам не удалось по данному номеру. В итоге, связавшись с пресс-службой Почты России, нам удалось выяснить, что же все-таки случилось. Мы приносим извинения клиентам. Наш банк-партнер из-за сбоя банковской программы не смог вовремя обеспечить наличностью городские почтовые отделения. На решение проблемы потребовалось несколько часов. С 14.00 мы обслуживаем клиентов в обычном режиме. Но неспокойно было и на дорогах города. Сегодняшний день побил все рекорды по авариям. 30 ДТП, и это только в Улан-Удэ. Причиной тому стал гололед. Госавтоинспекция просит быть водителей и пешеходов осторожными и соблюдать ПДД. Автомобилистам следует выбирать соответствующую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между машинами, избегать резких маневров. Необдуманные действия в условиях скольской дороги могут привести к потере контроля над автомобилем. Пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Ни в коем случае не перебегать дорогу в неустановленном месте. Помните, что в зимнее время снижается качество сцепления шин и увеличивается тормозной путь автомобиля. А в Тункинском районе уже несколько дней тушат пожар на мусорном полигоне. Возгорание в селе Талая произошло 4 декабря. Огнеборцы несколько раз проливали водой горящий участок, но для полной ликвидации этого недостаточно. Для ликвидации полной открытого огня необходимо привлечение дополнительных сил и средств, потому что глубокий слой мусора необходимо перекопать. Причина возгорания устанавливается. В настоящее время нет угрозы перехода огня на соседние населенные пункты и на лес. Тушение осложняют и ветра. Дополнительную технику на борьбу с пожаром обещали направить с Тункинского района. Екатерина Лестратова, Алексей Ромашов. Новости дня.